всем привет с вами ваш переводчик ослухан и сегодня у нас новый реакционер или новый музыкальный блогер он из аргентины у него 151 тысяча подписчиков на ю тубе и в принципе он неплохо поет привет други подруги меня зовут фет сикаро добро пожаловать на новое видео сегодня у нас будет совершенно новый артист потому что в комментариях под последним видео только и пишет сделай анализ на димаша посмотри димаша делаю реакцию на димаша ну и как вы уже поняли сегодня мы будем анализировать голос великого димаша его фамилия я еще не слышал ничего от этого парниши но я знаю что ему 26 лет он из казахстана он поет как бог и у него невероятный вокальный диапазон итак друзья мы будем слушать вот эту песню здесь также есть субтитры на испанском давайте уже перейдем к анализу даймаш кутенберген хорошо очень даже хорошо пока мы услышали очень такой воздушный фальцет средним голосом и это пианино на фоне плюс его голос в котором очень много воздуха очень много дыхания вот послушайте вы это слышали что только что было а было вот что насколько я понял он прошелся по всем регистрам в одном предложении начав это таким басом и что-то вроде такого давайте послушаем это еще раз потому что я в шоке выхода на исправданном чуть не вы То, что он делает в этом предложении, очень необычно. Это даже слегка сверхъестественно. И это очень сложная техника, которая не всем по зубам. Я говорю о свисковом тоне или о сверхвысоком тоне. Такое я слышал только у двух артистов. Это Ариана Гранде и Мэрайя Кэрри. Как я уже говорил, он способен петь от самого низа до самого верха. И я думаю, он здесь спел свисковым тоном. Давайте еще раз на это посмотрим, и вы поймете, о чем я. Невероятно! Я ловлю себя на мысли, что если бы я слушал это закрытыми глазами, я бы подумал, что эта женщина поет оперу. Это же невообразимо. Это что там за такой диапазонище? От самых низких, подземных нот, до самых высоких, ультравысоких нот. Я только что был свидетелем того, как Димаш прошел через все регистры, которые вообще есть. Если по чесноку, то я никогда не слышал, чтобы так пели. Блин, еле успел за ним. Почему все испаноговорящие люди так быстро тараторят? Кстати, Эмма Ариас, он тоже из Аргентины. Но он и то говорит в два раза медленнее. У нас очередной пулеметчик. Надеюсь, я успел перевести все, что он сказал. Это же просто безумие. Не-не-не-не, я такое не умею. Я на такое не способен. Я вообще не знаю, как он это делает. Я скажу больше, я даже придумать ничего не могу. И даже если я что-то рякну, то это будет сплошной бред. И так, до того, как он снова спустился вниз и начал петь в более спокойной манере, там была самая высокая нота в этой песне. И сейчас, когда все внимание направлено на музыку, вступает соло с пианино, и он нашептывает эти слова. Я не знаю, что он здесь говорит. Наверное, что-то на казахском. Или на другом языке. В общем, не суть. Суть в том, что здесь все так изменчиво. И мы будто возвращаемся к началу этой песни. Слышали это? У него есть вот это. Если говорить научным языком, то вот этот вот оперный стиль. Я говорю так, потому что у него очень оперная вибрация. Другие здесь спели бы вот так. В общем и целом, есть у него вот такие оперные замашки. Друзья, дождь. Блин, я его уже боюсь, потому что я не знаю, что от него можно ожидать, и как далеко он зайдёт. Что-то типа того. И он начинает это с ноты в басовом ключе. Это же очень низко. Смотрим, что будет дальше. Эти ноты обычно поют высокочастотным свистковым тоном, а он делает это своим головным голосом. Я такого в жизни не видал. Я сейчас на полном серьёзе. И также я встречал много комментариев, где говорили, что это фанера. Нет, друзья, это вживую. Здесь нет никакой фанеры. Единственное, что здесь есть, это небольшая задержка и искусственное эхо, которое даёт ему больше внешнего звучания. Смотрите, как много воздуха. Я бы даже сказал, что вначале идёт воздух, а потом нота. И получается что-то такое. Вот что тут такое. Давайте послушаем ещё раз, и вы поймёте, что я имею в виду. Невероятно. Просто невероятно. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так пел. Никогда в жизни. Широченный вокальный диапазон. Дивный голос. Потрясающий контроль. Контроль диафрагмы. Вокальная техника. В общем, всё. Он, конечно же, неординатный певец. Ведь он использует столько вокальных техник, которые другим певцам даже и не снились. Если вы спросите конкретно меня, то я могу послушать одну-две такие песни. Но это не то, что цепляет меня в эмоциональном плане. У него слишком идеальный голос. И для меня это проблема. Я никак не хочу обидеть или приунизить его вокал. Мне нравится его голос. Это даже больше, чем голос. Но вот такой вот я человек. Меня цепляют немного другие вещи. Все мы разные. У всех у нас свои вкусы и предпочтения. Но тем не менее, он сказал, что Димаш неординарный певец. И то, что ему нет равных. Если вам понравился данный реакционер, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Поставьте лайки. Именно за счет вашей активности я пойму, что его стоит переводить дальше. Всем спасибо. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok